В Иванове открылась 10-я юбилейная выставка-конкурс «Мастер золотые руки». Своё творчество представили умельцы 12 домов ремёсел Ивановской области. Есть здесь работы из соломы, бересты, глины, ручное ткачество и многое другое. Вниманию посетителей предложены изделия более чем в 20 видах народных ремёсел. По отдельным направлениям народного творчества, например, изготовлению кукол, можно было научиться прямо на месте. Сегодня я провожу мастер-класс по куклозакрутке. Это непосредственно кукла-колокольчик. Конечно, вроде кажется, она легка в изготовлении, но на самом деле для детей очень сложно завязать всякие, допустим, узелки. И тут, конечно, взаимопомощь у детей одни помогают другим. И тем не менее, получаются вот такие замечательные изделия кукол-классакрутки. Мастерица уверяет, чтобы овладеть любым народным ремеслом, нужно обладать усидчивостью и набраться терпения. Старания и труд всё перетрут, а остальное приложится. Есть виды ремесел, которые совершенно незатратные и не требуют больших денежных вложений. Например, чтобы обучиться кружевоплетению на куклюшках, не обязательно покупать дорогостоящие нитки. Взять можно и те, что есть под рукой. Это очень бюджетный вид рукоделия, где можно инструменты сделать своими руками, начиная вот с этого валика, который набит соломой. Коклюшки, которые можно сделать практически из любого вида древесины, тоже можно сделать своими руками. Нитки используем самые разные, от толстых шерстяных до тоненьких шелковых, как вот, скажем, вот в этой работе. И поэтому доступно всем. Подобная выставка проводится один раз в два года. В ней принимают участие самые искусные мастерицы. Их называют не иначе, как берегинями русских традиций и народных промыслов. Вот только искусницы сетуют, не хотят дети плести воротники или салфетки. Шаре и косынки уходят в прошлое, а на смену им – аксессуары и предметы интерьера. Любовь Почерникова, Олег Милежин, РТВ Иваново.